Бусидо Владимир Беркович против Хиромицу Канехары Честно говоря, побаиваюсь я этого боя Несмотря на то, что Владимир Беркович имеет колоссальный опыт выступления на любительском ковре, именно борцовском ковре В Бусидо он пока не очень-то хорошо выступает Владимир вообще считают самым слабым из российской тройки Ему очень тяжело справляться с полненосной скоростью японских бойцов Вот Владимир показывает его предыдущие бои, поражение от Джин Лайдека Именно в одиночных поединках Небольшой экскурс в историю Как проявлял себя Владимир Беркович Бусидо Ну вот так вот Владимир и проигрывал, собственно говоря Попадался на броски, попадался на удары соперников А если учесть, что сегодня ему придется биться против Хиромицы Канехары Который великолепно владеет тактикой и техникой ударами ногами То это будет очень болезненно и очень неприятно И еще один бой показывает Владимира Берковича против Наоки Сано Вот казалось бы, да, в этом моменте и в этой позиции Владимир мог бы дожать соперника Нет, не получилось провести болевой прием, провести удушающий И Сано, очень выносливый парень, выиграл этот поединок Поскольку стратегии Сано затянуть бой, чтобы более сильный и крупный соперник перегорел Ну а когда человек устает, он становится уязвимым, как, собственно, и произошло с Владимиром Берковичем Владимир Беркович очень хорош во время парных поединков В том случае, когда боец устает, у него есть шанс передохнуть, во-первых А во-вторых, у него есть шанс помотать соперника по рингу Для того, чтобы передать эстафету более опытному напарнику Который и уже доведет начатое до конца Вот, посмотрите, то, о чем я говорил Как только соперник начинает применять тактику ударов и не входит в клинч, скажем так Все у Владимира у нас остаются, скажем, не очень легкие времена Вот таким образом проигрывал Беркович на Оке Сано И вызывают из разъевалки Хирамидсу Канехара Вот сейчас его показывают А я расскажу, что последний бой Канехары закончился грандиозной ничьей с Такаямой А такое нечасто можно увидеть в UWFI Очень хочет Хирамидсу улучшить свой послужной список Поскольку из семи последних боев только один закончился его победой Традиционный ритуал В исполнении Хирамидсу Канехары перед выходом на ринг Ага-Конг Уразимир Беркович И Владимир Беркович Как он сейчас будет противостоять Канехаре Покажет время, естественно Но самое главное беречь опорную ногу, беречь мышцы ног Канехара очень быстро Что-то с локтем у Хирамидсу Канехара Ему 24 года, 205 фунтов Немножечко он похудел, скажем так У него 26 проведенных боев, 13 побед, 7 поражений, 6 ничьих Неплохо в 24-е-то года Ага-Конг Ага-Конг Сан-Я-Конг Вразимир Беркович Владимир Беркович 37 лет, 325 фунтов И 6 футов 3 дюйма его рост Всего-навсего 2 поединка И оба закончились поражениями Давайте посмотрим, как все произойдет в этом бою Сможет ли Владимир победить И в графе победы Убрать неприятный нолик Пожимают руки Спортсмены, ну что, поехали Поехали Канехара начал Начал работать ногами Ох ты, проходит удар сразу в голову Ну, для Владимира сейчас самое главное Войти, конечно же, в ближний И начать бросать Бросил, здорово Здорово, Володя, бросил Видите, локоть левой руки Перевязан у Хирамеца Канехара Может быть, попытаться этим воспользоваться Пока очень здорово защищается Владимир Беркович И Канехара поехал Работать ногами Поехал Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Судья, тормози Беркович, смотрите, специально не дотрагивается до канатов Показывает он, что не страшны ему такие удары Поздно Надо было это делать раньше Конечно же А так открывает ему счет Легкий нокдаун Надо, конечно же В очередной раз Бросать Канехару Значительно он легче Берковича Бросил Ну, Владимир Ну, Канехара Все-таки огромное количество боев Проведенных на ринге Огромное А опыт в данном случае Вещь-то незаменимая Дотронулся Канехара до канатов И все Начинаю все сначала Интересно, сейчас Канехара Начнет мстить Ногами, наверное, да? Будет работать В основном Ух ты! Вы посмотрите Два удара проходит у Канехара В голову Третий И в мышце Да, сейчас Владимиру Надо выходить из угла Надо выходить и бросать Если получится Канехара, естественно, не хочет Этого позволять Абсолютно сейчас беззащитен был Владимир Просто А без оружия Что ж такое-то Владимир Владимир А рука-то побаливает Смотрите У Канехара Но Канехара уже понял, я думаю Где у Владимира Слабое место И продолжает работать Только руками Ну, Владимир Удастся бросить? Нет? Удастся бросить или нет Канехара? Вот судья Смотрите Разнимает Нельзя, нельзя Берковичу держать Канехару на дистанции Ни в коем случае нельзя Надо подходить ближе к нему Надо подходить к нему ближе И бросать Получилось Хорошо Ну что, Владимир Сможет он что-то сделать или нет? Пока не получается Канаты Да, конечно же Канаты рядом Рядом канаты 12-9 Впереди Канехара Но мне кажется Владимир немножечко пришел в себя Он начал Немножечко Предугадывать Владимир Беркович Будет, естественно По возможности Сближаться С японцем Пока неплохо Пока удается Обороняться Но он не так Это просто Сделать Каждый удар Стоит себе Страшную опасность Но берись за канаты Володя Что ж такое-то Ну, Володя Отодвигай Канехару К центру ринга И бросай через себя Точно Молодец Молодец И вот она Рука-то пошла На болевой Ну, получится Или сил уже не осталось Володя Канехара сейчас Вывернется точно Надо было это делать Раньше Но сейчас Владимир может Опять поднять Канехару И бросить через себя Не захотел Почему же Нельзя отпускать Канехару От себя далеко Нельзя Да, конечно Нужно Нужно Ближе Нужно Ближе С Канехарой Драться Все-таки Преимущество В весе Опыт Борцовский У Берковича Колоссальный Давай еще раз Бери его Бросай Молодец 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 Судя по началу Этого поединка Сейчас Совсем Мне кажется Худо Преимущество Преимущество Редактор субтитров